Какие бонусы в Нидерландах будут получать велосипедисты и какие необычные фигуры появились на побережье Хорватского острова? Об этом и не только. Далее в нашем обзоре. Бонусы за езду на велосипеде будут получать нидерландцы. Местные власти планируют доплачивать тем, кто приезжает на работу на двухколеснике. Министр инфраструктуры страны Стинта Ван Вельдховен заявил, еще по меньшей мере 200 тысяч человек нужно вытащить из авто. Велосипедистам будут возмещать по 19 центов за каждый километр, который они преодолеют по дороге из дома на работу и обратно. В Нидерландах этот вид транспорта и так пользуется большим спросом. На 17 миллионов населения там около 22 миллионов велосипедов. Мусульмане по всему миру празднуют окончание святого месяца Рамадана. Большой религиозный праздник Ураза-Байрам знаменует завершение длительного поста. И в эти дни мусульмане покупают много сладостей. Теперь их можно есть без ограничений. В Бангладеш тысячи людей покинули Даку, чтобы праздновать с родными в маленьких городках. А в столицах Индии и Индонезии провели массовые молитвы на площадях. В Лондоне велосипедист побил британский рекорд 127-летней давности. 35-летний Марк Бамон за час преодолел почти 34 километра на велосипеде с высоким передним колесом пианифартинг. Рядом с ним для поддержки ехали еще несколько спортсменов. На самом деле Марк пытался побить мировой рекорд, но упал, не дотянув чуть больше километра. Поэтому получилось превзойти только британский результат. Героев детского мультика «Мадагаскар» вылепили из песка на побережье хорватского острова Раб. Десятиметровых гиппопотама «Глорию», «Зебру Марти» и целую банду пингвинов бояли студенты школ искусств со всей Европы. Среди посетителей пляжа устроили конкурс «Кто сделает лучшее фото с любимым персонажем». Необычные фигуры на пляжах Раба появляются ежегодно во время фестиваля песчаных статуй. Его проводят уже седьмой раз, чтобы привлечь туристов на местные курорты. В Швейцарии начали глобальную модернизацию Большого Андронного коллайдера. Об этом сообщили в Европейской организации по ядерным исследованиям. Тоннели ускорителя частиц расширят, благодаря чему количество сталкиваемых протонов и тяжелых ионов увеличится в 10 раз. После модернизации машина только за год будет собирать данных столько же, сколько собрала за десятилетия своего существования. Это предоставит возможности для более глубокого понимания Вселенной. Усовершенствование коллайдера планируют закончить в 2026-м.